А так, доброго времени суток, уважаемые любители шахмат, и мы... Играем с сербом, играем с сербом, ну, наверное, с сербом, в сути любой фамилии. Нет, сербы, сербы это братский народ, поэтому мы будем играть в солидные... Да, мы будем играть в солидные. Так, стоп, 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 от жертвы кучу нельзя? Ну что, Е5, Е5, СНЕ5, да, согласен. Да, ферзь H4... Нет, сначала ЕД, важно прослабить черные поля. Теперь выигрываем темп, ты не чувствуешь инициативу тонко, понимаешь, Кирилл? Тебе не хватает... Надо было тогда на Д6, надо было на Д6 тогда. Аж 5. Аж 5, но это не похоже на камбэк. У нас фигуры не хватает, как не похоже. Мы просто идем давать мат. Фигуры нет. И что? Еще слонов меняем. Кстати, обрати внимание, в очередной раз мы признаем ошибку. Да, вообще, вот это как бы под знаком признания собственных ошибок проходит сегодняшний день. Да. Владеряш 4 тоже симпатичный ход. Скорее всего, там нихрена нет абсолютно. Абсолютно. Это как раз то, что надо в камбэках. Итого. Так, давайте теперь посчитаем. Мы получили сколько? Три, две, две красных карточек. И одну желтую. Я говорю про бескачество. И теперь, видимо, наш план D5. Я нашел план. Нормально. У нас всего полторы фигуры, но они идут вперед. Это самое главное. Нам как бы вот скрыть линию. Любую. Тут полная доска вскрытых линий. Что еще вскрывать? Итак, соперник нашел. Ну все, у нас перевес. У нас перевес. Нет, у нас не хватает пешки. А нет, все хватает. То есть, ну, судья подвыровнял игру, да? Понятно. Какой судья? Это мы просто... Коварным силовым приемом. Уровняли материал. Смотри. Влади Аш-2, конь С-4. Ну да. Коя-4. Ну, пешку полезно взять. Нет, ничего сильнее. Очень. Сильнее, чем взять пешку, боюсь, что нет. Это вообще главное, чего? Можно забиться в шахматы. Итак, король Д3, конь Е4, конь Е5. Конь Б2 еще надо посмотреть. Наверное, конь Е5, да. Теперь точно конь Е5. Эта пешка мне не нужна. Вот главное, чтобы конь стоял на этом поле. Вот придумай аналогию, футбольную аналогию для этого коня на Е5. Галоканте. Хорошо. Приемлемо. Ну, такой же. Сверхмощный опорник. Просто машина для убийств в центре поля. 95% выигранных единоборств. До матча. А сколько единоборств уже этот слон выиграл? Не знаю. Первое, второе. И вот ключевое единоборство. На 32-й минуте матча. И вводит. Посадил на красную карточку. Итак. Ну что, слон H7. Лучше на G6. Важно, чтобы все пешки контролировались. А что, не было удара-то? Ладья... Ладья из Е2. Ну, взяли на Е2. Нет, здесь не надо никаких ударов. Здесь надо очень аккуратно надвигать пешки. Итак, Марк Селби проводит очередную атаку. И, кажется, близок к сотеной серии. Очень хорошая позиция. И счет ставит 6-10. Ты являешься персональным болельщиком Марка Селби? Да, мне очень нравится этот персонаж. В смысле, его игра? На меня его игра, если честно, навевает тоску. Почему? Ну, я не знаю. Нет, стоп. Во-первых, он сверхагрессивный снохерист. Кто, Селби, что ли? Да. По-моему, ты что-то перепутал. Селби в последнюю очередь можно назвать сверхагрессивным игроком. В последнюю очередь. Каким угодно, но только не сверхагрессивно. Пешечник, кстати, проиграл. Да. Это еще один пешечник, которого меня надоладил больше, чем у соперника. Я, конечно, предпочитаю пешечники слишком верзем, но так тоже нормально. Конец А4. А что ж ты делаешь? Не прочувствовал, согласен. Ты мог получить лишнего верзя, кстати. Ничего. Я думаю, что он сейчас зайдет в мат. Придется ликвидировать. Да. Придется пешке идти ферзим. Здесь главное не отдать ему ни капли собственного материала. Это очень важно. Ой, Селби и его выход. Хреновенький выход, но... Если кто не в курсе, мы говорим о снукере, достаточно интересно увидим. Да, кстати, в России он тоже довольно популярен. То есть никто в снукер не играет, но все его смотрят. Вообще вот я живу в Нижнем Новгороде, и я знаю, что у меня в городе только один столб для снукера. Только один столб. Мне трудно в это подойдет, потому что даже в Новороссийске есть столб для снукера. Не, у нас один, правда. Один столб для снукера в городе. Я когда попробовал играть, моя максимальная серия была... 8. 8? Ну, это неплохо. У некоторых профессиональных игроков такая же максимальная серия. Не, стоп, забил красный через черный, так что я был хорош. Со вторым красным ты уже не справился, да? Со вторым красным, да, пришел. Ну, я был настолько уверен в том, что биток... Что биток что-нибудь подобьет, и в итоге он уехал за дальний желтый. Понятно. Ты понял, что в следующем посаде вам тебе не стать в этой жизни. Да, всем спасибо за внимание. Партия была такой же убогой, как игра московского ЦСКА. В этом сезоне. То есть, великолепный, радующий глаз. Да. Блистательный. Шедевральный и феерический. Да.